Решение таких жизненно важных проблем, поднятых в послании, как обеспечение жильем, увеличение уровня минимальной заработной платы и так далее, должно помочь дальнейшему поступательному продвижению государства и общества по пути прогресса, уверены политологи. Все поручения собраны вокруг главной задачи – обеспечения благополучия казахстанцев. Правда, послание – это больше политический документ, чем юридический, в котором заложена информация, программирующая деятельность государства. Но идеи, озвученные в нем, будут затем оформлены законными правовыми актами. Начнем с главного – с минимальной зарплаты. Как говорится, дьявол кроется в деталях. Допустим, мы хотим победить бедность. Предположим, у нас все бизнесмены – это добрые волшебники, которые легко повысят минимальную зарплату. Достаточно только к Абмину загадать такое желание. В реальности же большинство бизнесменов – не волшебники. В ответ на увеличение зарплат они могут закрыть свой бизнес вообще, уволить часть сотрудников или уйти в тень. Впрочем, скорее всего, в первую очередь зарплату увеличат бюджетникам. Как отметил президент Токаев, данная мера напрямую коснется более миллиона человек. Но как же быть остальным? По словам Токаева, работодателям, повышающим зарплаты своих сотрудников, предоставят льготы. Если работодатель выводит своих работников из тени, ставит им белые зарплаты, то им будут социальные выплаты, у них будет производиться приоритетный закуп, им будут передаваться какие-то дополнительные преференции и возможности. Как говорили депутаты, годами Кабмин воспроизводит два мифа, что увеличение зарплат и доходов населения спровоцирует инфляцию и рост цен, и что денег на это в бюджете нет. В итоге зарплаты, пенсии и пособия не увеличиваются, население беднеет, а цены, тарифы и инфляция все равно растут с завидным постоянством, что мы всегда видим в ценниках, в магазинах и на рынках, и в квитанциях на квартплату, констатировали мажоресмены. Конечно, повышение планки зарплаты весьма радикальная мера, учитывая, что сейчас минималка даже ниже прожиточного минимума, и к нему привязано множество социальных выплат, которые также автоматически увеличатся. Но само направление реформ, безусловно, правильное и соответствует успешным примерам в мировой практике, полагают экономисты. Однако, откуда Кабмин возьмет деньги, неизвестно. Из нацфонда или из других источников возьмут деньги. Президент не берет цифры с потолка. Есть целый ряд экспертов, которые производили расчеты. Тем более, люди ждали этого. Я думаю, и Министерство экономики, и Кабинет министров все расчеты произвел. Президент не зря озвучил это. Президент обещал поднять зарплаты и педагогам. По оценкам политологов, низкий уровень человеческого капитала в экономике страны в целом приводит к тому, что мы не сможем быстро перейти к той самой четвертой индустриальной революции, которую наши чиновники озвучивают. Все упирается в образование, повышение профессионализма. К примеру, лучшее образование в мире в Финляндии, но там у учителей зарплаты в несколько тысяч евро. У нас же зарплаты педагогам будут увеличивать постепенно. Ожидается повышение заработной платы и других работников. И в том числе по педагогам есть принятый закон на статусе педагога. И планируется, что со следующего года также на 25% будет увеличиваться заработная плата педагогических работников. Это уже решение, которое было принято президентом. Это его поручение. Поручение будет исполняться. Как видите, президент в послании затронул многие сферы, но это лишь стратегия, а не тактика. Да, если стратегия разрабатывается, она должна иметь долгосрочный характер, говорят политологи. В чем же минус? Мы не подводим итоги того, что было сделано. Никто у нас на уровне госструктур не любит подводить итоги, сделанного с точки зрения минуса. К примеру, выступление казахстанской сборной на Олимпиаде многие назвали позором. Но спросить об этом у министра Рэйм Куловой не получилось. Поручение. Почти так же быстро уехал новый глава Минобороны. Журналисты хотели спросить его, почему во время пожара в окрестностях Тараза военные не предупредили спасателей о возможных взрывах. Записать других министров также не удалось. Полицейский кордон вокруг парламента убрали только тогда, когда высокопоставленные чиновники уже разъехались на мерседесах С-класса. Впрочем, Токаев предупредил, что отсидеться не получится. Политологи прогнозируют, что возможно после послания некоторые министры и акимы потеряют теплые кресла и портфели. Боржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов. Столичное бюро. ТДК-42.